Ну что, всем привет! С вами снова Калуцкий и сегодня мы поговорим о продолжении истории с украинской формой на чемпионат Европы по футболу. Напомню тем, кто живет в танке, что жовто-блокитные опубликовали свою новую амуницию, где появились контуры, скажем так, границ государства, включая Крым и Донбасс, ну и плюс к этому там была надпись «Слава Украине! Героям слава!» Ну и в результате, конечно же, начались разные говнометания со стороны российских экспертов в сторону украинских. Украинские отвечали своим говнометаниям. В общем, пошла очередная перебранка в информационном поле. Ну и, как мне кажется, на эту тему уже выступили буквально все. Дошло до смешного. Президент Путин комментирует это с российской стороны, говорит, что ему как-то пофиг. Президент Зеленский фотографируется с этой формы и говорит, какая она патриотичная и как здорово, что здесь и эта надпись, и Крым появился здесь. В общем, знаете, это тот самый случай, когда срач дошел до самых доверхов, вплоть до президентов. Ну, выглядит это, конечно, забавно. Давненько такой жары не было в данном случае. И хотелось бы отметить, что здесь, казалось бы, ситуация уже улеглась. Но УЕФА выступил с заявлением и сообщили о том, что форму придется поменять, придется вычеркнуть наименование Героем Славы. То есть, вместо изначального лозунга, который появлялся первоначально здесь, произошло определенное сокращение. Ну и давайте обсудим этот момент. Давайте попытаемся понять, что это значит для Украины, для России, для сборной и какие выводы можно сделать из этой ситуации. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Я вообще ни разу пока не высказывался касательно данной формы и всего остального. Давайте сперва, ну так скажем, обрисую свои позиции. Во-первых, касательно границ государства, здесь на самом деле к Украине особых вопросов-то нет. Потому что, сами посудите, по законам Украины и Крым, и Донбасс являются частью данного государства. Поэтому здесь ничего противозаконного особо не произошло. С другой стороны, ну, знаете, есть хорошая восточная поговорка. Если тысячу раз скажешь слово халва, от этого во рту слаще не станет. Вот и здесь, сколько ни кричи, что Крым, Украина и все остальное, мы понимаем, что фактически это не так. И здесь, понимаете, та же самая ситуация, что и с сербами, которые кричат, сербия это Косово. Но, понимаете, от этого Косово сербским снова не становится. Здесь немножко другими вещами нужно заниматься и сербам, и украинцам, и всем остальным, которые пропихивают лозунги, которые далеки от реальности. Где у нас прокурор? В шестой палате, где раньше Наполеон был. При этом меня смущает, что многие украинские эксперты сейчас ёрничают и вот так, знаете, извиваются, говорят, а вот посмотрите, сейчас в России, если ты выйдешь с этой футболкой, ты можешь загреметь по статье. Посмотреть, какой ужас, диктаторский режим и так далее. Ну, это было бы актуально, если бы не одно но. А если выйти в Украине с футболкой, где Крым будет частью российских территорий, вот там нельзя нарваться ни на какие статьи, ни на какие там нарушения и так далее. То есть, понимаете, это чисто наша славянская черта, знаете, сидя по горло в говне, кричать, а посмотрите, у соседа что-то плохо. У соседа корова сдохла. Это очень важный нюанс, когда у тебя у самого примерно то же самое. Что это хуйня? Что это хуйня? Но на то они и политические эксперты, что им нужно подогревать, так скажем, националистическую аудиторию, что в России, что в Украине такие люди есть, им нужно давать поводы, так скажем, для радости, что у соседей что-то там не так. Я абсолютно уверен, что чемпионата мира по футболу в России в 2018 году не будет. Вот уверен и все. А то, что у тебя то же самое, это не столь принципиально, это мы, если что, стерпим. Короче говоря, касательно карты Украины, здесь ситуация такая. Касательно лозунга «Слава Украине! Героям слава!» Ну что ж, вам слово. Героям слово! Так, станьте слева. Герои слева! Что-нибудь будете? Чай, кофе? Героям кофе! Сахаром? Героям пофиг! Что, пофиг? Пофиг героям! Понимаете, здесь можно включить режим идиота и кричать, мол, отчего тут такого особого. Но действительно, почему бы не прославить свою страну и не прославить условных героев? Ведь здесь непонятно, ну, типа непонятно, про каких идет речь героев. Вдруг они про Кавпака, например, говорят. Или Кожедуба. Но, к сожалению, многие из вас, наверное, не знают, кто эти люди. Но, если что, зайдите в Википедию и посмотрите, кто они такие. Люди очень даже достойные. Так вот. Ведь действительно непонятно, о чем идет речь. Но это только если включить режим идиотов. А так-то понятно, чей это лозунг, какой здесь политический потекст и так далее. И ссылаться на то, что вот, мол, здесь нет ничего оскорбительного, ну, давайте вспомним замечательный лозунг «Слава Победе». Ну, вот, казалось бы, что такого «Слава Победе»? Ну, прославлять победу, победа это всегда славно, окей. А на немецком это, знаете, как звучит? «Зигхайль». Ну, и, как вы думаете, может быть, немцам тоже на футболке вырисывать вот такой, знаете, большими буквами, причем нордического стиля готического «Зигхайль», а потом сказать, ну, мы прославляем нашу победу на каком-нибудь там чемпионате мира или нашу будущую победу. Что такого-то, а? Слушайте, по этой логике, в принципе, и свастика – это древний солярный символ. Почему бы его тоже не поставить на форму сборной Германии? Просто, понимаете, тот же самый лозунг «Слава Победе», «Слава Украине, героям слава», там, свастика и все остальное, они в какой-то момент оказались запомоены. Запомоены определенными людьми, которые совершали военные преступления, которые убивали людей и так далее, тому подобное. И я, как этнический украинец, конечно, многие начали тут размышлять, что я вру. А может, ты не украинец? Может, ты шейсала не любишь? Вот, пожалуйста, посмотрите статью в Википедии про моего дедушку Константина Константиновича Калуцкого. У нас всех, так называют, первенцев Константинами. Вот, пожалуйста, посмотрите, где он родился. Заслуженный академик там был в советское время. Был заместителем министра. Да, представляете, Украина была оккупирована Советским Союзом. Но при этом украинцы были и замминистрами, как мой дедушка и Брежнев из Днепропетровска становился главой государства. Ну, такая была специфическая оккупация. Это же известный факт. Когда ты кого-то оккупировал, сразу местных оттуда нужно поставить во главу государства. Помнится, Гитлер так и сделал. Захватил Польшу и, не знаю, какого-нибудь местного маршала сделал главой вермахта. Так дела и обстоят обычно. Ну, короче говоря, я что-то отвлекся. Речь здесь о том, что у меня все мои предки, причем мои предки в том числе были и из Западной Украины. Они были из Тернопольской области. Они, о ужас, все воевали на стороне Красной Армии, Червонной Армии. И, понимаете, как бы после всего этого смириться с тем, что лозунг, который так или иначе ассоциируется с их врагами, теперь является официальным обращением в украинской армии, появляется на форме и так далее, я с этим смириться, наверное, никогда не смогу. У вас может быть другое мнение. Может быть, ваши предки воевали на стороне бандеровцев или в дивизии СС Галичина, которую теперь в Украине ссыкливо называют просто дивизия Галичина. Ну, чтобы не обосраться перед европейцами прославлением эсэсовцев, нужно сокращать две буквы и делать вид, что эта дивизия была не частью войск СС, не частью Вафин СС. Ну, так или иначе. Здесь, понимаете ли, двоемыслие Оруэлловское, оно работает великолепно. Пишем Галичина, на подкорке помним, что это эсэсовская дивизия. Короче говоря, смысл какой? Может быть, ваши предки воевали за коллаборантов. Может быть, ваши предки воевали на стороне Гитлера. Я напоминаю, бандеровцы и все это движение с самого начала войны опубликовали манифест, где они сказали, что будут воевать бок о бок с великим вождем немецкого народа Адиком Алоизовичем. Может быть, у вас предки воевали там. Но для меня, потомка красноармейцев, это оскорбительно. И я, если честно, кайфую с того, что этот лозунг, так или иначе, хотя бы сократили. Уже неплохо. И в данной ситуации, конечно же, выглядит это все очень смешно. Потому что сколько было пиар-акций. Аж президент сфоткался с этой формой и усирался от счастья, что там появился этот лозунг. На фоне всего этого пиар-агентства, которое развелось вокруг данной формы, вот так вот жидко обосраться под конец за день до начала чемпионата Европы заставит переделать форму. Вот это перемога, мое почтение. Ну и хотелось бы отметить, что здесь, как я уже часто говорю, мы на самом деле братские народы по-прежнему все. Я человек, родившийся в Советском Союзе. Моя родина не Россия, не Украина. Моя родина это СССР. И хотелось бы отметить, что у нас по-прежнему одни и те же фишки, одни и те же проблемы. И в частности, наши проблемы это тупые чиновники. Вот до нельзя тупые чиновники. И что у нас в России, вы знаете их всех, их имена и как они губят наш российский футбол. Так и в Азербайджане, например, где попытались запретить Нобелю Арустамяну посещение чемпионата Европы с аккредитацией. Но в итоге тоже жидко обосрались. За день до начала чемпионата Европы Нобелю аккредитацию выдали. А азербайджанские чиновники обосрались, как последние нацики. И вот, пожалуйста, украинский чиновник Павелко, глава там местной федерации футбола, он всем орал, что я обо всем договорился с УЕФА, я таки все сделал, все хорошо. И еще мы видим по итогу, ой-вэй, это был какой-то тихий ужас. То есть всем орать, что он со всеми договорился, все отлично, передать эту футболку президенту страны, чтобы тот сфоткался. И по итогу... Я ж не лох. Но это не точно. Давайте будем исходить из того, что спорт должен объединять людей, а не разъединять. И, наверное, нужно избавляться от националистических лозунгов и всего остального. Поэтому я абсолютно нейтрально отношусь к форме сборной Украины с границами государства. Но появление лозунгов всем известных людей у меня вызывает просто тупо отвращение. Уж простите меня. Я уж точно не питаю никакой украинофобии. И не путайте. Призрение к национализму и призрение к государственной власти с призрением к самой национальности. Я сам себя, как украинец, наверное, не смогу ненавидеть и тому подобное. Я очень люблю украинский народ. Я очень люблю свою родню из Киева, из Белой Церкви. И я надеюсь, что сборная Украины выступит достойно. Более чем уверен, что они пройдут дальше, чем сборная России. Но вот здесь с этой националистической хернёй я поддержать не могу. Уж простите. Я потомок людей из Червоной Армии. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.